Не сейчас, Марти! Не сейчас, не сейчас! Так это же я! Ты глянь! Я тут старик! Мы находимся у стоянки перед торговым центром Две Сосны. Слава Богу, я не лысый! Что это на меня надет? Это антирадиационный костюм. Антирадиационный костюм? Ну, конечно, радиоактивные осадки после ядерных войн. А это просто удивительно. Целая переносная телестудия. Неудивительно, что ваш президент актер. Ему это надо. Вот, вот это! Сейчас начнется, док. Нет, нет, нет. Она на электричестве. А ядерная реакция мне нужна для получения одного гигаватта электричества. Что я сказал? Конденсатор потока хранит... А она на электричестве. Но мне нужна ядерная реакция для получения одного гигаватта электричества. Один гигаватт электричества! Один гигаватт электричества! Это же надо! Что? А что такое этот гигават? И как я не подумал! Один гигават электричества. Ну как? Как я получу такую мощность? Это невозможно никак. Док, послушай, все, что нам нужно, это немного плутония. Уверен, что в 85-м плутоний продается в любой аптеке, но в 1955-м его достать трудно. Марти, я боюсь, что ты здесь застрял навсегда. Постой, док, застрял? Я не могу здесь застрять, у меня в 85-м своя жизнь! Меня девушка ждет! Симпатичная? Да она просто красавица! Она по мне с ума сходит! Смотри, что она написала. Это все объясняет? Док, ты моя надежда. Марти, прости, но единственный источник, способный мгновенно выдать подобную мощность, это разряд молнии. Что ты сказал? Молния! К сожалению, мы не знаем, когда и где она ударит. Теперь знаем! Эврика! Вот и ответ! Здесь говорится, что вспышка молнии ударит в башню с часами ровно в 4 минуты 11 вечером в следующую субботу. Если бы удалось направить энергию молнии в конденсатор потока, тогда бы у нас получилось. В следующую субботу мы отправляем тебя назад в будущее! Отлично! Суббота меня устраивает. Я согласен. Проведу недельку в 55-м, погуляю, вы мне покажете достопримечательность. Марти, это не обсуждается. Тебе нельзя покидать дом. Ты не должен никого видеть и разговаривать. А иначе это может серьезно повлиять на будущее. Понимаешь? Да, конечно. Ладно. Марти, ты уже с кем-нибудь общался сегодня, кроме меня? Я... Да, в общем, я столкнулся с моими родителями. Вот черт! Дай-ка мне фотографии твоего брата. А? Так я и думал. Это доказывает теорию. Посмотри на брата. Голова исчезла. Как будто ее стерли. Стерли из будущей жизни.